В Сургуте активисты проходят школу волонтеров СВО, где учатся оказывать первую медицинскую, психологическую помощь, а также управлять дронами. Все эти навыки нужны на прифронтовых территориях. Напомню, волонтеры регулярно ездят туда оказывать помощь. Занятия в школе волонтеров СВО посетила Ильяна Киямова. Ось газа, которая в принципе и отвечает за высоту поддержания. Ось яв, то есть когда дрон... То есть ось газа у нас вот так вот дрон, давайте большим, более такой наглядный. Ось яв у нас вот ось рысканья, ось ролл это вот такая ось ролл, и ось пич это вот вперед-назад. И никакой автоматики. Такой дрон самостоятельно не держит. Высоту не стабилизируется, не возвращается при потере связи с пультом. То есть неосведомленный легко может потерять оборудование в пространстве. Каждое движение летательного аппарата регулирует человек. И это только на первый взгляд легко. Когда вы осознанно пытаетесь проконтролировать движение какой-либо оси, корректировку по этой оси или по этой, вы сразу теряетесь в трех других. И для того, чтобы это научиться, нам нужно позволить неосознанно следовать... Ну, то есть надо выработать, так сказать, физико-моторные навыки в мозгу, неосознанные путем многократного опыта. Не только управлять, но еще и изучить каждую деталь. Деталь – в идеале научиться собирать собственный дрон, знать, как его зарегистрировать и где разрешено пользоваться. Занятия в Сургуте стартовали в рамках федерального проекта «Школа волонтеров СВО». Беспилотные летательные аппараты незаменимы в поиске людей. Мы подходим комплексно к обучению волонтеров и в курс нашей школы мы в том числе зашили и курс по обучению управления беспилотными летательными средствами. Чтобы люди на месте уже могли взять в руки пульт и полететь, не учиться. Там нет времени учиться, там необходимо уже работать, там необходимо оказывать поддержку. «Школа волонтеров СВО» – это большой образовательный проект, который включает в себя несколько курсов, в том числе по оказанию первой медицинской помощи, транспортировке пострадавших, ориентации на местности. Обучение проходит как те, кто уже работал волонтером на прифронтовых территориях, так и новички. «Когда там не было, не знаешь, что происходит, можно только догадываться. Но я думаю, что лишними эти навыки точно не будут. Как минимум для того, чтобы понять, что это птичка какая она, что она с собой несет. Это просто там смотрят за тобой или это, допустим, птичка, которая несет заряд какой-то. То есть эти навыки, которые нам сейчас здесь дают, они очень важны и нужны». Ротация волонтеров происходит каждые две недели. Эти 12 сургутян станут первыми, кто пройдет специальную подготовку в школу волонтеров СВО и отправится применять полученные знания на практике. Главная задача этого проекта – не терять времени там, где дорог каждый час.